Всем привет! Сегодня у нас морковка по-корейски и приготовим мы ее в нескольких вариантах. Один более классический для любителей остренького и один более мягкий со сладковатым привкусом. Итак, для классического рецепта нам понадобится морковь, лук, чеснок, яблочный уксус, соль, сахар, специи и подсолнечное масло. Подписывайтесь на наш канал, а я приступаю к приготовлению. Для начала натрем морковку на специальной терке. Старайтесь стереть по всей длине, чтобы полоски получались как можно длиннее. За счет этого блюдо будет вкуснее. Кстати, когда работаете с красящими овощами, такими как морковь, свекла, молодой картофель, рекомендую использовать кулинарные перчатки. Теперь к морковке добавляем соль, яблочный уксус. Хорошенько перемешиваем. Можно слегка поприжимать морковку, но не сильно. И оставляем на 30 минут. Пока морковка отдыхает, подготовим лук и чеснок. Лук нарезаем мелкими кубиками. Чеснок натираем на терку. Можно использовать чеснокодавку. Далее на разогретой сковороде с маслом пассеруем лук на среднем огне до прозрачности. Пока морковка стояла, она пустила сок. Мы его сольем, так как он нам не понадобится. Теперь к морковке добавляем чеснок, сахар, все специи и заливаем горячим подсолнечным маслом с луком. Есть важный момент. Масло необходимо лить на специи. Так они лучше раскроют свой вкус и аромат. Хорошенько перемешиваем и морковка готова. Ее можно употреблять сразу или же оставить на 2-3 часа, так вкус будет более насыщенным. Теперь приготовим второй вариант морковки с кунжутом и с медом. И для этого нам понадобится морковь, мед, чеснок, специи, кунжут, яблочный уксус, подсолнечное масло. Для начала обжарим семена кунжута. На сухую сковороду насыпаем кунжут и обжариваем на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда кунжут приобретет золотистый оттенок, снимаем с огня. В морковку добавляем соль, уксус яблочный, хорошенько перемешиваем. И далее ставим разогреваться подсолнечное масло. Теперь к морковке добавляем измельченный чеснок, специи и вводим мед. Количество пряностей можно варьировать по своему вкусу. Далее разогретое масло выливаем на специи и хорошенько перемешиваем. И последний штрих. Добавляем кунжут, перемешиваем. Готово! Морковка по-корейски готова. Получилась у нас она очень сочная, ароматная и хрустящая. Попробуйте и вы приготовить по нашему рецепту. А также пишите в комментариях, как вы готовите морковку. Очень интересно узнавать новые рецептики. Обязательно подписывайтесь на наш канал. С нами вкусно! Ммм, проголодалась! Субтитры подогнал «Симон»!